Данное видео об этой книжке — роман «Камень Дуччо». Она о противостоянии Леонардо да Винчи и Микеланджело. Ну, всем известно, что они, будучи современниками, жившие несколько лет во Флоренции, бок о бок, они открыто питали неприязнь друг к дружке. И как бы два гения живут в одном городе, и именно в этот период оба создали два своих шедевра. Один — Давида, а другой — Мону Лизу. И автор подумал, что это не случайно. Видимо, каждый хотел превзойти один другого. Но в книжке вообще-то даже больше... Вот как ты сопереживаешь героям, то есть очень много личного, то есть о каждом. Вот Леонардо, потом головато Микеланджело. Так всё идёт подряд-подряд. И в итоге какая-то такая цельная история. Но мне очень не понравилось всё-таки то, что очень много себе вольности позволила автор. Я, конечно, понимаю, что она и сама сказала, что пересказала историю этих героев так, как она это увидела у себя в голове. Но очень много каких-то личных сокровенных мыслей, каких она сама придумала, вложила в их голову. Она выдает за то, что это они так думали. Или, скажем, диалоги. Понятно, много диалогов. Я говорю, что книга очень эмоциональная. Хотя то, что она эмоциональная, это очень хорошо, потому что ты сопереживаешь героям. Ты понимаешь, что эти гении, они такие же люди, как и мы были. И вот ещё, что мне, наверное, больше всего не понравилось, то, что вот когда Давида везли к церкви, к площади Сеньори, ой, к церкви, к площади Сеньори, его долго же везли. И в какой-то момент на него напали, камнями забросали. И автор решила, как бы, сказать, что это сделал ученик Леонардо Винчи, чтобы сделать ему приятное. Ну, конечно, к счастью, в книге Леонардо сказал, что этого делать было не нужно. Я как бы там творческий человек. Я бы никогда не смог разрушить Давида, не хотел бы этого. Вот. Кстати, тут дают рекомендации, какие книги прочитать. У меня всё это есть, кроме вот этого. Ну, мне это неинтересно. Вот. В общем, фишка в том, что этот роман, он как бы сподвиг меня на то, чтобы прочитать вот эти все книги. Значит, в этой книге всё Леонардо да Винчи. И в этой книге, да? Это 200 рублей. Это... Ну, она стоит... Я брала её, конечно, дешевле, чем она стоит на всяких сайтах, Озон и так далее. Но она больше 500 рублей стоит, в общем. В два раза, в три больше стоит. А по факту объём, блин, одинаковый. Я специально прочла обе книжки. Вот. Ну, это, в общем, на любителя. Кому что надо. То есть... Либо такая книжечка. У них, кстати, серия насчитывает четыре книги. Вот этой биографии искусства. Это, вообще-то, она неплохая. Просто... Леонардо да Винчи, видимо, вот все сведения, которые о нём есть, они повторяются. Их не так много, потому что он жил очень давно. и много загадок, поэтому. И много утерянных работ его. Поэтому тут часто тоже пишут, что, например, там данная картина... Это вот незаконченная картина. Там данная картина... Неизвестно, что... Не факт, что Леонардо, но мы думаем, что она Леонардо. Ну, например. Да. Вот эта книжка я хочу прочитать. Она погрузит меня в эпоху как раз Средневековья. Потому что он был... Он делал жизнеописание. Благодаря нему мы знаем много чего про Леонардо, Микеланджело и других. То есть это он был как бы их биографом. Он немножко младше них. Вот. Но он вообще считается основателем искусствоведа. Искусствоведение. Вот. Вот эту книжку я уже прочла. Но это только главу Леонардо да Винчи и Екатерину Вторую. В общем-то, очень интересная книжечка. Интересный взгляд на моду с точки зрения личностей. То есть мы так понимаем, в какой эпохе люди жили. Леонардо да Винчи тот же. Что тогда носили там. Вот. И он был таким законодателем. Даже не то, что законодателем моды. Он сам, скажем... Ну, вот сейчас скажу, например. Вот он нарисовал портрет этой женщины. Но одежда, которая на ней, очень простая. Хотя она очень богатая. И то он ее так нарисовал. Он упростил. И это его принцип такой. Джаконду он тоже очень упростил. То есть в те времена одевались намного более, тем более для картин, намного более богато. Он же решил приглушить все это, чтобы сделать акцент на ее лице. И сзади сделал там пейзаж. Это его фишка. Вот такие портреты. Точнее, в Мони Визе его принципы как бы сошлись все. А вот то, что он рисовал до этого, очень похоже. То есть вот там пейзаж. Он, по-моему, в Каштатом портрете сделал впервые пейзаж на заднем плане. И опять же здесь всякие загадки завуалировал. То есть как бы этот портрет заказал Леонардо мужчину, который воздыхал по этой женщине. А она была замужем. И вот он как-то так символизирует, что там этот мужчина в виде этого можжевельника. Короче, две фигуры, две башни. В общем, там, как обычно, куча этих всяких загадок. Вот тоже он. Вот эта книжечка, она очень большая, что скрывает шедевры. Кстати, я не могу сказать, что я не про мега восторги, если честно. Ну, вот здесь я прочитала конкретно о Монелезе, о творениях Микеланджело, Сикстенская капелла, например, и Пьета, его первый шедевр, тоже здесь. Кстати, мода Лиза. Вот. В этой книжке мне не понравилось. Ну, сейчас скажу. Например, он говорит про какую-то знаменитую картину, не знаю, что там, шедевр какой-то. А потом еще выставляет какие-то современные, какие-то непонятные картины, как относящиеся туда. Вот. Больше всего меня там поразило. Сейчас, если найду, этот ужас не нашла. Ну, например, мне эта фотография не нравится, почему он у себя выставил. в раздел Боттичелли «Рождение Венеры». Типа «Рождение Венеры». Как он объясняет, там, загадка этой картины, там, то, что нас больше всего цепляет, это вот этот вот волосочек. Ну, конечно, далеко не он один нас цепляет. Ну, как-то... А здесь, типа, у Мона Лизы нас цепляет вот пальцы. Вот у нее здесь палец был перерисован, и он как будто двигается. Если так, по его мнению, он типа двигается. Я была в Лувре, но эту картину Мона Лиза особо не видела, потому что там такая очередь была, и оградили, так что не подойдешь на нужное расстояние. Вот. Вот этот ужас, даже показывать не хочу долго. Он зачем-то впихнул в описание картины вот этой. Кстати говоря, шедевр считается. В Милане можно посмотреть ее. Тоже я видела ее в живую. Ну, тут ракурс необычный, там, по-другому он изобразил, для 1500 года очень-таки необычно. Вот этого мужика туда вкладывать вообще ни о чем. Я считаю, заклеить его надо. Вообще ужас. Вот. В целом, книжка, кстати говоря, очень качественно сделана. Большая книжка, толстая. Приятно взять в руки, на подарок хорошо. стоит на больше тысячи рублей. Около двух, я так помню. Но я покупаю на сайте Миф уже давно, и у меня там уже свои скидки, и у меня, в общем, все эти книги намного дешевле обходятся. Поэтому я как-то очень даже подсела на сайт, потому что у них, ну, качественные книги, я считаю, интересные, необычные, и цена у них на сайте дешевле. Вот. Возвращаясь к роману Камень Дуччо, хочу сказать, что проникла себя любовью к Микеланджело, к тому, как он работает. Это я так подозреваю, действительно так. То есть он пытался оживить камень там, и как-то в его работах это видно, то есть он всей душой работал. Он шел наперекор всему к этому, там, его папа был против, он был молодой, там, на него было такое давление, в общем, там, этот Леонардо сказал потом, когда он сделал своего Давида шикарного, чтобы его там поставили где-то на задворках, в общем-то, на задворках под укрытием, да, и он слился с другими статуями. Он обиделся очень на Леонардо за это тоже. У них была открыта неприязнь не только за это, она и раньше была, но вот после этого, думаю, конкретно. Вот. Ну, в итоге это Давида поставили на площади Сеньори, это вообще-то центр, как наш площадь Ленина, наверное, вот, и он там долго очень простоял, а потом его поместили в галерею Академии, где его можно сейчас видеть. Поместили, потому что он начал разрушаться, но должна заметить, что во Флоренции есть несколько копий Давида, которые стоят на площадях тоже, видимо, их не так жалко, они потому что уже сделаны. Ну, в общем, книгу не знаю, советовать или нет, потому что она такая на любителя, на тех, кто готов отделять вымысел от фактов, вот, с того, что мне не хватило фактов, много вымысла было, я решила прочитать, составить свое мнение, вот, еще книги, благодаря этой книге просто складываются впечатления о Леонардо да Винчи, но не самое лучшее, поэтому я вот решила прочитать еще несколько, вот Микеланджело там хорошо выставлен, про него я пока не захотела прочитать, но я еще и не нашла никакую книжку интересную на этот счет про Микеланджело, не знаю, буду искать.